И напоследок о необычном состязании, которое провели в немецком городе по братьями Краснодара Карлсруе. Там набирает популярность хэдис. И так любопытный вид спорта возник совершенно случайно. Десять лет назад некто Рене Вагнер с друзьями решил провести эксперимент. Сыграть в теннис без помощи ракеток. Мяч отбивали головой. Что из этого вышло, узнаем из следующего сюжета. Соревнования начинаются в 10 утра. На площадку выходят 20 лучших спортсменов прошлого года. Быстрая передача мяча и мощный силовой прием корпусом. Так играют профи. Это отличительная особенность вида спорта под названием хэдис. В переводе с английского это значит удар головой. Чтобы получить так называемый короткий мяч, необходимо совершить прыжок к столу. Для длинной передачи нужен прыжок с прогибом корпуса назад. Но для начинающих спортсменов сделать это сложно. Тем более в таком темпе. Кто только начинает играть, то должен поставить руки на стол. Так он сохраняет расстояние между головой и крышкой стола. Это очень важно. И тогда использовать только голову. Очень похоже на настольный теннис. Правила совершенно простые и, собственно говоря, каждому известны в большей или меньшей степени. И затем головой нужно принимать совершенно мягкий мяч, который никак не травмирует. Мастера в Карлс-Ро играют с большим удовольствием. И это видно. Тем более, что правила максимально просты. Главное победить в двух партиях подряд. Выигрывает тот, кто наберет 11 очков. Если ничья, то победу присуждают тому, кто первым получит преимущество в два очка. Во время перекидки мяча можно касаться стола любой частью тела, но отбивать нужно только головой. Эти правила появились постепенно в процессе игр Рене Вагнера с друзьями. Однажды, когда мы с друзьями были в бассейне, то хотели поиграть в футбол. Но поле было занято, свободен был лишь стол для тенниса. Тогда я предложил своим подойти к нему. Но играть большим мячом руками было слишком просто. Тогда я предложил играть головой. На чемпионате видно, как развился Хэдис за эти годы. Десятки участников турнира – отличное этому доказательство. А ведь вид спорта был основан лишь 10 лет назад. С тех пор им стали заниматься во всем мире. Один из фаворитов турнира Хэдис Мастер в Карлс-Руе – Корнелиус Дюль. Чемпион мира, высоко оценивает свои шансы на победу. Групповой этап позади. Там я всех обыграл, и теперь, как лидер группы, прохожу дальше. И у меня есть все шансы, чтобы выиграть. Ты думаешь, что выиграешь? Как ты оцениваешь соперников? Да, я надеюсь на победу. В прошлом году я выиграл турнир, и все последние 12 турниров тоже. С тех пор я фаворит, и вероятность моей победы велика. Но другие тоже неплохо играют. Нужно просто уметь читать соперников, настраиваться на их стиль игры. Как-то так. Ну, еще применять смекалку. Личная стратегия успеха Корнелиуса – скорость. К концу турнира он действительно вышел в финал. Его противником стал Маркус Рек. Оба бились за победу до последнего. Но удача вновь улыбнулась чемпиону мира Корнелиусу Дюлю. В очередной раз он взял кубок турнира Хэдис Мастер в Карлс-Руе. Баден ТВ специально для телекомпании Краснодар.